Сам Давид писал в новой псалме во время его преследования на руках Саула. И то, что он страшно хотел, это общаться с Киньей от Божьего, святилища Его. Например, в 62-й псалом, в 3-м стихе, он сказал, что чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебе, святилище. Он там в пустыне был, и он думал, что без какого-то святилища, без какой-то организации, я не могу как-то связаться с Богом, иметь общение с Богом. Но он нашел, что нет, есть все равно в жизни после того, что я как-то исключен из этого святилища, из Киньей Господа. Потому что на это время, конечно, это все было под контролем Саула. И много тип псалмы, он в конце концов, дадуется о том, что я нашел Бог. И в контексте свидетелей Бога, я в последнее время покрестил, я сказал бы, где-то 40 человек, которые были как-то связаны с свидетелями, которые поняли сперва, что вообще у меня надежды нет для общения, альтернатив нет, кроме той организации. Но они отошли из разных причин, и вот есть на самом деле альтернатив. Я хочу представить, вот друзья и братья, Сергей, Виталий и Анута, я все три человека недавно покрестил здесь, в Украине. Я хочу дать им пару слов о своих опытех. Да, что касается того, да, мы были свидетелями Его в достаточно долгие периоды времени, и действительно не могли себе представить, что существует альтернатива свидетелями Его. Уход от свидетелей Его мы воспринимали как предательство истинного Бога Его и Его Сына Иисуса Христа. Почему? Потому что действительно свидетели Его активно проповедуют. У них есть вот тот дух горения христиан первого века. И это бросается в глаза, это заметно даже их врагам. Многие, даже католические священники говорят, вот если бы так проповедовали бы это члены нашей пасты, то вот весь мир бы уверовал. И когда мы столкнулись вот с внутренними противоречиями, да, вот как же быть, куда идти, ведь больше нет никого, кто бы вот проповедовал об истинном Боге Иегове или Яхве, да, кто бы проповедовал весь о царстве, вот так же активно, и действительно сердце разрывалось. Мой выход был очень длинным, я начал сомневаться 8 лет тому назад. Большую часть этого времени я оставался в собрании свидетелей Иеговы, потому что я не видел альтернативы. Я считал, что это собрание Бога, просто руководство, это тот самый беззаконник, который сел в храме Божьем. Ну и для этого я находил места описания, оправдания, правда же? Дальше есть такие слова там, претерпевший же до конца спасется. Я думал, что рано или поздно что-то там наверху поменяется. Ну вот я познакомился с Христодельфианами, и я для себя открою, что между ними и свидетелями Иеговы очень много общего. Вот Аня, расскажи, пожалуйста, что общего между свидетелями Иеговы и Христодельфианами? Здесь точно так же Иисус — это Сын Бога. Жить мы будем на земле, а не на небе. Здесь также нет бессмертной души. Троица. Троица здесь тоже нет. А Святой Дух. А Святой Дух не является Личностью. Да, все эти истины мы подчеркнули именно от свидетелей Иеговы. Поэтому придя к Христодельфианам, или начавши общаться с Христодельфианами, мы не столкнулись с крушением своей веры в истинного Бога. Правда же? Но, наверное, стоит отметить, как мы уже говорили, что свидетели Иеговы по большей части проповедуют потому, что любят Иегову и любят ближнего. И нам нравится, что благодаря такому активному обсуждению Христодельфиан, они помогают развеять любые сомнения по тому или иному вопросу. То, чего нет у свидетелей Иеговы. Но чего не достает некоторым Христодельфианам, это благодарности за то, что они имеют. К сожалению, вот эту манну небесную, богодать Божью, начали воспринимать как само собой разумеющееся. И нам, мы очень часто об этом говорим, вот те, кто был свидетелями Иегова, вот бы им пройти практику свидетелей Иегов, для того, чтобы оценить, что было и что сейчас получилось. Честно, когда вот у Виталика, да и у меня, в принципе, это первая встреча с Иеговом Дельфианом на конференцию, но я был готов вот к тому, что могут быть какие-то споры прямо между братьями во время встречи с собранием. А вот за них я переживал. Почему? Потому что вот у свидетелей к Теймеру нет учения о том, что ангелы присутствуют здесь и вот внимательно следят, прямо руку на пульсе держат, да? Но у них царит полный порядок во время встречи с собранием. Никто не болтает, никто не говорит, гробовая тишина. Но есть в этом всем и недостаток. Когда кто-либо поднимает вопрос, ему закрывают рот, мы ответим на эти вопросы после встречи с собранием. Как было здесь упомянуто, что если этот вопрос, этот спорный момент поднимает крещеный брат или сестра, и если он не будет удовлетворен ответом, то он будет исключен из собрания. Достоинство в том, что он прямо здесь, прямо тут может получить ответы на все свои вопросы. Пускай даже в споре. И сегодня вот и Виталик, и Аня, они четко оценили по достоинству вот ту форму обсуждения. Чуть-чуть бы больше порядка, чуть-чуть бы больше благодарности за то, что у вас есть такая возможность. И просто мы могли очень многое сделать в прокурническом служении, потому что Христодорфианам действительно есть что сказать. Как есть что говорить свидетелями Иеговы. Мы воспринимаем школу свидетелей Иеговы как ясли, где мы воспитались до определенного уровня, а потом нам вот воспитатели уже не смогли дать ответы на все наши вопросы, и мы пошли дальше. Мы не воспринимаем свидетелей Иеговы как врагов Христодорфианам, ни в коей мере. Они достаточно хорошей школы, основы истины, столбы истины там тоже есть. Просто, наверное, ввиду жесткого порядка, или может быть ввиду того, что они могут себя реализовать в проповеди, во славу истинного Бога. Вот, благодаря тому обучению, может быть, благодаря порядку, благодаря какому-то самоконтролю, они известны многим как активные проповедники. Спросите, кто ходит от дома к дому? Свидетели Иеговы. Кто активнее всех проповедует? Свидетели Иеговы. Сплатят ли им за это? Нет, не платят. Почему они проповедуют? И вот, в связи с этим, я хотел бы с вами поделиться такой интересной мыслью. Да, у Христодорфиан есть понимание, по многим пунктам, превосходящее понимание свидетелей Иеговы. Во времена Иеремии, когда Иерусалим был окружен войсками царя Новохадоносора, Бог обратился к Иеремии и говорит, найди риховитов, приведи их в дом, прямо во святилище, налей вина, и пускай они пьют прямо здесь. И вы помните, да, там, они пришли, их пригласили, налили, а они отказались пить. Как выяснилось, они не только не пили вина, потому что об этом им заповедовал отец, но они даже не строили себе домов, они жили в шатрах. Вот мы, свидетели Иеговы, воспринимаем, по большей части, многих из них, как вот тех самых риховитов, на которых наложено масса ограничений, не обязательных, но наложено масса ограничений. И многих свидетелей Иеговы можно поставить в пример, как активных проповедников об истинном Боге Иегове. Поэтому мы призываем, как Христотельфиан, вот оценить по достоинству все, что вы получаете на таких конференциях, что вы получаете через Писание, через Святой Дух, и более открыто выражать свою благодарность Богу за эту работу. А также мы призываем тех свидетелей Иеговы, которые устали, бороться с сомнениями. Потому что ваша боль, ваши страдания нам очень близки. Мы... Об этом нельзя говорить спокойно, потому что... Ну, 8 лет выходить из организации, потому что не видеть альтернативы, это сложно, это больно. Мы призываем всех свидетелей Иеговы, кто томится, страдает, познакомиться поближе с христотельфианами, с тем, чему... с той свободой, которую они имеют. Итак, как Сергей сказал, есть альтернатива. И мой очередной темп, быть на связи с вами. Пишите, пожалуйста, по электронной почте, в любом способе. Смотрите на наш сайт христотельфиани.орг. И у нас есть Библия. Это сенодавний перевод. Обыкновенный сенодавний перевод с торгованием и объяснением. Называется «Основки Библии». Вот. И мы сможем отправить вам эту книгу совершенно бесплатно. Просто будьте на связи. И мой очередной темп, и с вами быть на связи с Богом. Мы являемся, да, как вы уже все знаете, мы являемся уже крещёнными христотельфианами, но в прошлом мы были свидетелями Иегова. Причём, свидетелями Иегова мы были достаточно долгий период времени. Мой опыт – это 20 лет. Виталий, твой опыт? 10. Аня, твой опыт? И мой так же самый, примерно 10 лет. Да. Ну, мы хотели бы просто как бы так обсудить, да, что побуждает свидетелей Иегова проповедовать? Аня. Ну, это любовь к людям и любовь к Иегова. Аня, спасибо. Виталий, скажи, почему люди становятся свидетелями Иегова? Тот же становятся, любовь к Богу и к Ближнему. Хорошо. Ну, а вот почему многие из них, когда сомневаются в организации, не уходят из числа свидетелей Иегова? Аня. Ну, ты, брат, будешь смеяться, потому что ответ точно такой же. Это любовь к Иегове и любовь к Ближнему. Можно открыть Матфея, 22 глава, и прочитать 37 стиха. Иисус сказал ему, возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Да. Это правда. Что большинство свидетелей Иегова проповедуют, потому что любят Бога, Яков или Иегову, как они говорят, и любят ближнего. Но, никому не секрет, что у свидетелей Иегову существует система отчетов. Скажите, в какой степени система отчетов влияет на свидетелей Иегову? Действительно ли они проповедуют только потому, что вынуждены сдавать отчеты? Ну, есть категория, некоторые из них действительно могут озаботиться только о цифрах, что они написывают в отчетах. Но большинство, я знаю по себе, было там, большинство свидетелей именно делают это из любви к ближнему, и к Богу. Хорошо, если, к примеру, человек ограничен, да, есть порицание, что-то сделал, и вот у него не берут отчет, каковы чувства у свидетелей Иегова, когда у него не берут отчет? Подавленность, конечно, потому что ты сделал труд, ты говорил людям, приложил к этому усилия свои. Да, то есть, смотрите, в чём особенность. Свидетели Иеговы действительно проповедуют не потому, что нужно что-то записать в отчет, а потому, что они думают, что это делают для Бога. Хорошо. А вот такой вопрос. Каковы? Что бывает? Рано или поздно свидетели Иеговы сталкиваются с сомнением. Правда же? Вот конкретно, скажи, Виталик, что послужило таким сомнением для тебя, отправной точкой, задумываться? Для меня лично это замена. А именно, заменили Иисуса, заменило руководство так называемого верного благоразумного Руба. Что ты подразумеваешь под этим? То есть, любая глупость, так сказать, этого руководящего совета воспринимается как мудрость от Бога. Хорошо. А вот, чтобы провести параллель, ну, что бы ты мог был? Мог, примерно, и она. Шестая глава. Примерно, и она шестая глава. Расскажи о этой ситуации. Ну, тут состоялся в этой шестой главе долгий разговор Иисуса Христа, Его учеников. Он говорил, кто не ест мою плоть, не может, вводи в царство, кто не ест хруть. И многие ученики так бы отошли. А в 67-68 стихе говорится, «Тогда Иисус сказал в 12-ти, «Не хотите ли и вы уйти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Автоматически, когда у любого свидетеля возникают сомнения, у него всплывают эти стихи. И он понимает, что нет альтернативы, кому идти. Вот он воспринимает, что именно глаголы этой жизни истинно находятся у раба, и нет альтернативы. Да, вот в том-то весь парадокс, что организация посредством системы обучения научила людей именно так размышлять. Звучит какая-то информация, ты видишь явное противоречие со Священным Писанием, в тебе вызывают чувства, как будто ты недопонимаешь Священное Писание, и ты смиряешься. Как вот свидетели Гоговы борются с этим сомнением? Ну, они себя... У свидетелей Гогова есть всевозможная литература. Они начинают больше времени проводить в служении, в общении, чтобы внутри не задавать себя вопросом, чтобы не было времени даже, чтобы задаваться этими вопросами. То есть, другими словами, свидетели Гоговы подавляют в себе любые сомнения, потому что сомнения разрушают изнутри. И если человек сомневается, то обычно он начинает или активнее проповедовать, берет на себя дополнительные обязанности в собрании. И таким образом борется вот с этим внутренним напряжением. Виталий, а вот давайте вот обсудим достоинства группы Христодельфиан, церкви Христодельфиан вот в борьбе с вот этими сомнениями. Огромное достоинство это свободное обсуждение вопросов и квалифицированный ответ на месте именно в это же... Объясни, пожалуйста, почему это достоинство? Как у свидетелей Гоговы происходит обсуждение каких-то вопросов? И есть ли оно вообще? Ну, у свидетеля такого понятия нет. Если на встрече собрания крещённый брат или сестра поднимает руку и у него есть сомнения, то это есть предпосылка для того, чтобы он был лишён общения. Хорошо. А что такое лишение общения? Лишение общения — это, можно сказать, полная изоляция тебя от той окружающей среды, к которой ты привыкла. Тех друзей, твоих родственников, даже твоих близких, с которыми ты живёшь. Насколько жёсткая изоляция? Насколько жёсткая — с тобой не разговаривают, с тобой не здороваются, ты не можешь не задать вопрос, тебе не ответят на него. То есть настолько жёсткая, что ты привык жить этой средой. Сидетели Гоговы, наоборот, даже поощряют, чтобы заводить друзей больше в собрании, чем в окружающей, в мире. Ну да, общение. Да, больше общения внутри собрания. И когда ты этого не получаешь, ты остаёшься один. Один. Да, самая большая проблема или и проблема, и достоинство свидетелей Гоговы в том, что они ищут наилучшего общения. Но если ты не согласен по каким-то пунктам, по каким-то убеждениям, с официальной позицией общества, тебя лишают всякой поддержки. И чем дольше ты находишься в организации, тем больше у тебя друзей, и тем сильнее изоляция, если ты не согласен с каким-то учением. Хорошо. Вот лишён общения. Знает ли собрание, за что ты лишён общения? Нет, собрание ничего не знает, только каждый из детей может только догадываться. Или ты лишён за правду, что ты, может, лучше разбираешься в Библии, или ты блудник. То есть никакой разницы в этом нет. Открой, пожалуйста, Матвей 11 главу, 18 стих. Ибо пришёл Иоанн, ни ест, ни пьёт, и говорят, в нём бес. Пришёл сын человеческий, ест и пьёт, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, другие друг, мытрем и грешникам. Ну, что происходит? Когда человека лишают общения из среды, или в среде свидетелей Иеговы, то, если он хочет идти за Христом и больше не может оставаться вот среди всего этого заблуждения, каких-то заблуждений, его лишают общения, а в собранию, в беду плодящихся слухов, внутри собрания, может быть навязана мысль, что этот человек блудник, что, может быть, он предуподей. Понимаете, да? И таким образом, истина, или люди, которые стремятся к познанию истины, могут быть совершенно неправильно истолкованы их мотивом. Поэтому у большинства свидетелей Иегова, активно действующих свидетелей Иегова, считается, что лишённые общения или исключённые, то это обязательно развратившиеся, ни на что негодные люди. Я хочу просто напомнить, что когда Иисус служил, то за то, что ты вслушал Иисуса, за то, что ты ходил с Ним, отлучали от синагог. И можно сказать с уверенностью, что большинство тех, кто постоянно следовал за Иисусом, это были лишённые общения. Среди них были тех, кто был блудником, кто был прелиподеем, но они в Иисусе видели помощника того, кто может им помочь справиться. Правда же? Но большинство тех, кто следовал за Иисусом, они искали праведности Божьей и воли Бога. Продолжение следует... Продолжение следует...